Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И я нахожусь во дворце спорта, во Владикавказе, где проходит трехдневный семинар по айкидо. И проводят его известные учителя, приехавшие из Петербурга, со вручением поясов, может быть, каких-то грамот, связано ли это только с популяризацией или семинар связан также и с финансами, с деньгами, это вопрос уже к родителям и к самим участникам этого семинара и руководителям этого мероприятия. Но что я хотел бы сказать для родителей, которые еще не отдали своих детей на карате, кикбоксинг, айкидо или другие восточные единоборства. Не отдавайте их. Почему я так говорю? Сам я тренер, преподаватель христианской йоги. Но в конце 70-х годов, если быть точным, в 1978 году, я начал заниматься не только йогой, но и карате. И моими учителями тогда, в кавычках учителями, потому что учителями, я считаю, только Иисуса Христа своим, были иностранные студенты и аспиранты, которые учились в Советском Союзе. Шаля Мана, он был тогда чемпионом Африки по карате, и я начинал тренировки у него. И было интересно. Но, вот прошло уже много-много лет, скажем так, около 40 лет, и мои наблюдения за теми людьми, которые становились учителями восточных единоборств, мои наблюдения, они таковы, что Бог допускает в жизнь людей огромные испытания. Бог не хочет, чтобы люди опирались на какие-то свои физические умения или духовные навыки, которые не идут от него, а идут от врага. И восточное, все единоборства, это не искусство, это не безобидные тренировки, нет, а это испытание человека на прочность. И когда Бог наблюдает за этими людьми, Он как бы говорит им, ты надеешься вот на свое умение, ну давай посмотрим, что из этого получится. И Он допускает в их жизнь такие испытания, что мало не покажется. И пример Брюс Ли один, самый главный для всех людей из примеров. И поэтому нам, людям, родителям, важно понимать, что защита идет из духовного мира, от Бога, который знает каждого человека, любит его, знает каждую семью. И если люди вверяют в свою защиту Богу, то не потребуются ни бронированные автомобили, ни охранники, ни армии. Бог сам своей рукой будет оберегать вас, вашего ребенка, вашу семью. И поэтому, восточное единоборство, я не рекомендую отдать из своего ребенка на самбо. Но, духовно, чтобы он узнавал, что такое Божьи заповеди и кто такой Иисус Христос. И как Бог оберегает человека. Это все надо узнавать, постигать, открывая свое сердце Богу, живя на его территории и питаясь его хлебом и его водою. Просуждайте об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...